Всем привет, мои дорогие! Наконец-то свершилось! Я приобрела мужской мемуар, да, мужские мемуары, амуаж. Вы знаете, как я обожаю женскую версию, да, вот я его даже с собой в флакончик привезла специально, потому что у меня большинство моих амуажей в другом городе, вот, а этот я сейчас с собой привезла, и хочу с вами открыть именно мужскую версию амуажей. И я толком этот парфюм не тестировала, то есть я не знаю, по большому счету, какой он, но я обожаю просто вот эту версию, да, женских амуажей, и решила обязательно приобрести себе мужскую версию. У меня это Maybe No Man, так, и какого года производство, ну не знаю, может быть, 17-го, то есть у них здесь говорит ли это о чем-то, нет, ну первая цифра 17, вот, где код здесь вот указан. Так, давайте с вами открывать, у них парфюмеры разные. У амуаж мемуара мужской версии парфюмер Карин Ваншон Шпейнер, да, она также создатель парфюма женского интерлюд, очень его люблю, синенький красавец. Также, что она еще создала? По-моему, третий опус, вот этот мемуар, так, и, по-моему, овертюр, мужскую версию также она создала. Ну, посмотрим, каким окажется он. Так, открываем. Волнительно, потому что для меня, вы знаете, мемуары, это просто эссенция дома амуаж. Без мемуары, я не знаю, мне кажется, все парфюмы уже будут, вот сама даже эта марка, она уже какая-то будет однобокая, что ли. Так, давайте нашего красавца. Вот он, вот он, вот он, вот он. Посмотрим. Вы знаете по нотам, давайте с вами сравним. Вернее, давайте я сначала сразу его нанесу на руку, да, так, достала уже его пьедестала, красавчик. Так. Видите, мне кажется, я уже предвзято, да, отношусь, говорят, когда настоящий обозреватель, да, он должен относиться нейтрально, быть спокойным. Ну, я, наверное, не обозреватель, я больше, вы знаете, такой влюбленный в парфюмерию человек. Вот так. Естественно, он больше, вот смотрите, сразу, да, я так, я знала, что вот так будет, потому что по сравнению с женской версией, естественно, он не такой сладкий, не знаю, за счёт чего, но вот в первых нотах заявлен в мужской версии базилик добавлен, да, и мята к полыне прибавляется. А в общем, у них, знаете, какими нотами, вот я так посмотрела, они объединены нотами полыня, ладана, так, полынь, ладан, кожа, естественно, кожа. И самое интересное, и самое интересное, что вот женская версия, да, он заявлен как шипровая, в всяком случае на фрагрантике, а мемуар мужской заявлен как кожаный парфюм. И я знаю, что, вот я чувствую, да, что он не будет громким, как интерлюд. В нём есть полынь, вот я чувствую в нём полынь, больше, вы знаете, такого лесного духа. Я сейчас их даже для сравнения, вы знаете, вот, для такого настоящего сравнения нанесу на эту руку, на правую женскую версию. Вот в женской версии больше чувствуется дыма, мужской, еловости, может быть, сосновости. Вот, знаете, даже, естественно, вот сразу, при сравнении, я чувствую, что вот эта версия, да, мужской, мужской амаж, он, он, тише, он прилично тише. Он даже, мне кажется, он менее загадочный. Он такой медитативный даже, вот, например, вот женская версия, в верхних нотах там есть мандарин, по-моему, розовый перец заявленный, такая гривость появляется. И парфюмеры здесь, по-моему, Даниэль Моррелли и Дороте Пьё. И Дороте Пьё, она также создала парфюмы Шамбра Нуарр, чёрная комната, вольфакти в студию. Вот, кстати, очень классный парфюм. Мужчины, если вы меня кто смотрите, да и женщины, вот, кто любит такое направление, присмотреться к Шамбра Нуар, мне кажется, очень такой, по духу, парфюм схожий с вот этой женской версии именно амуаж. Полынь, но, знаете, здесь в женской версии полынь более более дымная, более такая с вкраплением сладости, да, вот полынь с вкраплением сладости. А в мужской версии он такой спокойный, умиротворяющий. У меня ещё, вы знаете, какой парфюм есть? Фуд Апсант, также, да, о полыне, абсент, какой же, артизан-парфюмер, парфюмер Оливия Джакобетти. Вот даже этот парфюм, вы знаете, вот именно мужскую версию, я могу его сравнить с Фуд Апсант больше. В нём также чувствуется, он ненавязчивый, такой медитативный, с одной стороны бодрящий, но в то же время успокаивающий. Он, вот, знаете, в нём древесности больше, больше древесности однозначно. А в этом парфюме, вот в женском, в нём больше такого даже ухода, может быть, в восток, хотя он заявлен как шипровый на фрагрантике. Вот больше чувствуется, вы знаете, такой взгляд, может быть, с поволокой, что-то вот мистическое. Вот в этом, вы знаете, я в нём не чувствую ничего мистического. Это реально такой спокойный, медитативный парфюм. По глубине, да, по насыщенности, вернее, по интенсивности драмы, вы знаете, он, эти парфюмы мне напоминают парочку лирик, да, амуаж. Там такая же история. Если лирик женский, он, действительно, в нём больше драмы, напора, на мой вкус, он даже громче, то лирик мужской, он спокойнее. Понимаете, он реально спокойнее, как-то даже мягче, но при этом, вот именно мужскую версию лирика, я не могу сказать, что её могу каждый день использовать. В нём вот иногда он действительно мужским парфюмом раскрывается, но я его обожаю. Я иногда просто могу его распылять в воздухе, да, лирик мужской. Вы знаете, кто меня смотрите, что я обожаю тот парфюм. И просто вот вдыхать его аромат. Вы знаете, он древесный, вот на моей коже в нём очень много появляется древесности. Вот реально много древесности. Лёгкий, помните, парфюма Амуаж Онор, он также такой древесный. В нём очень много, может быть, ощущения такого прохладного ладана, да, и стружки. А здесь лесной дух. Лесной дух, спокойный. Вы можете представить прогулку по лесу, может быть, где-то недалеко, может быть, что-то празднуют такое. Даже какое, вы знаете, и не церковное, и не языческое. Вот здесь даже больше языческого чего-то чувствуется. Вот в этом парфюме может быть, такой вот лёгкий, может быть, какие-то индийские товары, да, вот слегка, слегка такой современный какие-то индийские товары. Вот нет в нём такого напора глубины и шаманства никакого. Он настолько какой-то даже дипломатичный парфюм. Дипломатичный, спокойный, такой размеренный, даже может быть, тихий. Вот кажется, да, вот такой чёрный цвет флакона должен быть он, не знаю, каким-то таким вот глубоким, да, обволакивающим. Нет, вы знаете, он очень уравновешенный, такой уверенный в себе. В женском больше, больше напора, так же вот как в этой парочке, как я уже вам отметила, в лириках, да, в лирик, там действительно вот та же история. Ну, спокойно, давайте вот я его сейчас вообще просто на себя нанесу, вот сколько мне интересно распыдений, чтобы почувствовать его дух. У меня-то вот чувствую, я сейчас мята в нём или нет? Только полынность, сразу чувствуется полынность и вот именно лесные ноты белого. Он, он, кстати, вы знаете, он такой не обволакивающий, он какой-то, как, какая-то завеса такая, вот, вы знаете, вот прозрачность есть. Бывает, по-шему, да, вот, если там мемуар, он, как вас обволакивает, женский, то он действительно как вот броня, которую просто не прошибить ничем, никак, такой щит, то амуаж мемуар, это всё же о созерцании, может быть, о лёгком даже философствовании. Он очень вкратчивый, очень такой интеллигентный парфюм. Не знаю, он гораздо спокойнее, чем интерлюд, Спокойнее интерлюдо. Мне кажется, он такой для созерцания, вот как и какой парфюм, кожу чувствует, как я хотела сказать, как и лирик амуаж, он такой действительно спокойный, вот он неторопливый, уверенный в себе. Я бы сказала, он даже какой-то я пытаюсь сейчас себя растить им, да, очень добрый, уравновешенный, знаете, в нём меньше романтичности, например, чем в лирике амуаж, да, вот в той версии, в мужской версии. это мне кажется, такой мужчина, вот с которым всегда по жизни себя чувствуешь очень уверенной, да, уверенной, спокойной. может быть, он с виду слегка суров, может быть, он слегка даже может показаться немногословен, но это вот тот мужчина, который вас поймёт с полуслова. Я даже не знаю, вот кого привести пример из фильмов, может быть. может быть, вы читали книгу, скажу, какую, ремарк «Три товарища», вот самый главный герой, Роберт, по-моему, мне почему-то кажется, что он мог бы вот этот парфюм использовать, то есть он немногословен, может быть, слегка даже где-то в поведении, да, не так у него, его манера отточена для общества, ну это вот настоящий внутри человек, настоящий друг, настоящий мужчина, да, который для вас сделает всё, что угодно. Ну вот без такого налёта, да, утончённости, мне кажется, в нём вот всё равно на первый взгляд, да, на первый взгляд он всё же такой посуровее, чем амуаж лирик. Мне кажется, я с ним, я им буду пользоваться, да, вот этим парфюмом мемуар мэн, вот именно для себя, когда мне хочется почувствовать себя более уверенной, да, в жизни, более уверенной, такой немножечко как-то он за счёт, может быть, вот этой древесности или еловости, он как-то приземляет, в то же время приземляет и создаёт такой заслон от такой повседневной жизни, понимаете, вот почему он хорош для медитирования, или вот, или для себя, чтобы просто вот успокоиться, вы знаете, есть, не знаю, мне кажется, его красота именно о, такая неброская красота, понимаете, вот которую может узнать только ценитель, он себя не навязывает никому, не показывает себя, но всегда здесь с вами и вот готов прийти на помощь. Не могу сказать, что много здесь кожаных нот. Вы знаете, вот у меня что удивило, что, например, здесь в мужской версии заявлено амбра и ваниль. Причем, что в женской версии по-моему, ни амбра, ни ванили нет, ванили точно нет. Интересно, да, то есть, такая сладость должна появляться. Но на нем не сладкий. Посмотрим, как он дальше будет раскрываться. Такая, может быть, легкая сладость есть, но древесный, такой древесный, еловый. Какой здесь ладан? Ладан, мне кажется, здесь прохладнее, чем по звучанию, я не знаю, конечно, не специалист, но мне кажется, здесь прохладнее, чем в женской версии амуажей. Мемуаро, да? Прохладнее и добрый. Вот не знаю, для меня он добрый парфюм. Вот так. И смотрите, давайте я его сейчас сюда поставлю, и у меня еще есть парфюм. Та-дам! Смотрите, мифы. мужская версия. Женская версия, я помню, когда я ее открывала, знаете, для меня это просто был каким-то шоком. Давайте с вами откроем мужскую версию. Так. Это парфюм на 2016 года. Так, выходи. Вот он. Я помню, женская версия для меня, когда я ее затестила, знаете, меня никакой парфюм так не поражал, как женская версия мифов. Так. Ну что, красавчик, выходи. Ну что, вы готовы? Это восточный парфюм 2016 года, как я сказала, я его так заказала вслепую, представляете? Я помню, давным-давно когда-то тестила, но захотелось мне его. Давайте посмотрим здесь, что в верхних нотах хризантема, кори нириса, в средних нотах ром заявлен, то есть алкогольность есть, ветивер, роза, по-моему. И в базовых нотах я запомнила, что есть зола. Смотрим. И многим он пахнет какой-то овечьей шерстью или с чем-то животным, дымным. Ну, посмотрим. Давайте. Я читала сравнение, что его сравнивают с интерлюдом, что он такой более спокойный, да, интерлюд. Так, он очень игривый. Вот на моей коже он очень игривый. Красивый, он очень красивый. Вы знаете, он даже больше заявляющий о себе, чем Мьямуару Мэн, да. Давайте я его сейчас возьму сюда. Это не два нашего. Красавчика. Вот смотрите. Этот кажется, он очень такой соблазнительный парфюм. Дом реально восточный. Ирис, угадываю, вот эту пудровость ирисовую. Хризантема, вот по сути дела я не воспринимаю здесь хризантем, потому что у них такая всегда есть прохладная, свежесть, терпковатая, да. Нет, терпкости я не чувствую. Я бы даже сказала, что он он брутальнее, мне кажется, чем вот этот Мьямуару Мэн, вот этот побрутальнее мифы. Его, мне кажется, очень хорошо испарить. Почему? Мне кажется, что это даже более вечерний парфюм. Вечерний. Вот, а, кстати, да, заявлено же здесь ром. Вот действительно, этот ром, скорее всего, вот он, эта нота рома, она создает, то есть влияет так на меня, что я его воспринимаю как вот это вечернее такое настроение для выхода куда-то. Праздником, для меня он почему-то праздником пахнет. Не знаю, может быть, потому что на праздниках присутствует алкоголь, может быть, из-за этого. Так, что я еще здесь угадываю? Для меня это просто вот восток, зола пока не появилась. Давайте посмотрим. А вот, кстати, в базе, когда раскрывается мужской мемуар, мужские мемуары, он становится больше похож на женскую версию. Но все равно он тише, медитативнее, увереннее, вернее, даже как неувереннее, нет, вы знаете, уравновешение, вот неправильное слово подобрала, уравновешение. Здесь больше колдовства все равно, вот в женской версии напоры, колдовства, драма, даже может быть и шаманство, не знаю, чего хотите, каких-то таких, вы знаете, вот больше плясок может быть, да, около костра, шаманских каких-то. Здесь все гораздо спокойнее. Я не знаю, почему, кстати, вот почему, интересно, вот этот мой аммаж, лирик, мифы, почему он такой непопулярный? Это для меня, вот на мой вкус, это он, во-первых, даже больше вечерний парфюм, вы знаете, в офис я его, не знаю, ну вот с белой, да, стандартное представление об офисе, вот с белой рубашкой, мужчина или там голубая рубашка, ну что-то такое, нет, в нем больше настроение для праздника. Я не знаю, как юбилейный, мои дорогие, поделитесь со мной, мужская версия юбилейного, вот как вы ее воспринимаете, когда вы хотите ей пользоваться на какие-то праздники, да, потому что многие говорят, что он такой праздничный парфюм, или вот юбилейный, мужская версия, вы используете его в офис, вот как он вам нравится или нет, на каждый день. Для меня нет никакой шерсти овечьей, вот совершенно, я бы была даже рада, потому что я люблю такие животные нотки, но нет, для меня здесь шерсти никакой в мифах, пудровость чувствую ириса, очень красивую, розу чувствую, представляете, даже розу, угадываю, есть вот эта алкогольность, красивая, мне кажется, вы знаете, такой вот уверенный в себе мужчина и очень неординарный, неординарный, может быть, даже более экстраверт, чем вот мужчина, мемор, мемор, мне кажется, такой спокойный, реалист, очень уравновешенный, да, а здесь, не знаю, такой мужчина какой-то вот, может быть, с шармом, который, кажется, мне хочет, ему хочется нравиться, женщина, сладость, чувствую в нем сладость, зола, ну, может быть, отдаленно, ну, там не совершенно нет никакой гарри в нем, очень хороший, красивый парфюм, мои дорогие, присмотритесь к нему, кто еще с ним не знаком, при возможности, пишите мне, пишите мне, пожалуйста, ваше мнение о мемуарах, женской, мужской версии, какой вам больше нравится, о мифах, да, если вы с ним знакомы, и также мне будет интересно, напишите мне, пожалуйста, вот три, или даже, давайте сделаем так, пять, вот один, два, четыре, пять, пять парфюмов, амуаж, которые вы обожаете, вот, которые вы любите, вот так, мои дорогие, я надеюсь, что было интересно, на сегодня все, желаю вам всего самого хорошего, буду медитировать с этим, амуажем мемуар, а с мифами, я даже не знаю, вот куда, мне кажется, тоже вечером, я буду его использовать, он просто вот такой, ни на что не похожий парфюм, очень интересный, и терпкость в нем есть, и пудровость со счет Ириса, но он, в нем нет такой водянистости, водности или водянистости, которая есть в женских мифах, вот оно все равно слаще и восточнее, нет такой землистости, да, вот которая есть в женских мифах, вот так, мои дорогие, ну все, я с вами уже прощалась, а сейчас все, до скорых встреч,